Вывоз зерна из России позиционируется как достижение, а закупка зерновых культур при позднем СССР как тяжкий грех и неспособность обеспечить себя хлебом. Опустим мошенничество с терминами и подмену фуражного зерна на товарный хлеб. Разберем, что лучше – импортировать или экспортировать зерно. Когда разговор заходит об экспорте нефти, то всем понятно, что экспортировать сырую нефть не очень хорошо. Гораздо выгоднее торговать продуктами более высокого передела – тем же бензином и соляркой, а еще лучше полимерами и смазочными материалами или любыми другими изделиями из нефти. Вывозим из России сырую нефть, а на вырученные деньги покупаем британскую ВД-40 и японские покрышки. Вывоз зерна не сильно отличается от вывоза сырой нефти. Это продукт низкого передела – сырье для изготовления продуктов питания. Продавая зерно за границу, мы на вырученные средства покупаем спагетти из Италии и корейскую лапшу дошира. Из зерна изготавливают и гораздо более ценные продукты. Откармливают скот, получая прекрасные стейки и колбасу из мяса. Путем дистилляции и настойки в дубовых бочках гонят вкусные напитки. Присмотримся к Англии и ее ВД-40, к Южной Корее и ее Дошираку, к Соединенным Штатам и их Джеку Дэниелсу. Россия поставляет им сырье и закупает сделанные из него товары. Советский Союз закупал зерно и делал из него продукты высокой переделки с более высокой нормой прибыли, обеспечивая себя не только крупой и хлебом, но еще и мясом, молоком, сыром, спиртом для фармацевтической промышленности. Российская Федерация продает сырье и покупает созданные из него пластмассовые тазики и ножки Буша. Так как готовая продукция дороже сырья, то и вырученной с реализацией сырья прибыли не хватает на покупку готовой продукции. Приходится заменять животный белок на соевый, а молочный жир на пальмовый. Кормить свое население разад с продуктами питания. Вместо молока, сыра, масла, творога и мороженого продукты растительного происхождения. Вместо говядины тушеной, по советскому ГОСТу, тушенка. Вместо сгущенного молока с сахаром, сгущенка и т.д. Граждане, будьте бдительны. Когда вам рассказывают, что в СССР чего-то не было, то вами пытаются манипулировать с целью оправдания собственной бездарности. Говорят, что не было дизельных двигателей и мусоросжигательных заводов. Не ленитесь, обязательно проверяйте подобные высказывания. И если вдруг вас не обманывают и чего-то в СССР действительно не было, то подумайте, может это было экономически целесообразно? Продолжение следует...